Пришли на оливковую плантацию, чтобы собирать крапиву. Крапива по-турецки будет усырган. Усырган это переводится как кусачья трава. И по пути решили собрать ромашек. Они здесь наичистейшие, в свежем воздухе, не отравлены ничем. Будем сушить и пить. Цветочки здесь, маки. Весна пришла. Мы приехали на ферму, сейчас будем собирать крапиву. Здесь стоит такой гул от пчел. Пчелки собирают. Вот он здесь у нас нашла крапивовый рай. Она немножко уже начала цвести. Немножко поздно мы начали. Но ничего страшного. Крапива обладает противовоспалительным, бактерицидным, антисептическим и мочегонными свойствами. Также в ней находятся витамины группы В. И очень хорошо повышает наш иммунитет. Но все равно кусается гадина. Так, будем ее всю собирать. Такая она у нас красавица. Весной они не очень кусаются. Поэтому руками собрать можно. Вот столько мы набрали крапивы. Сейчас мы будем ее хорошенечко мыть. Нам нужно ее хорошенечко промыть. Здесь у меня где-то около килограмма. Мы ее помыли. Сейчас нужно ее положить на полотенце разложить, чтобы слегка с нее стекла вода. И потом смотрим дальше. Ее порезать. Я на всякий случай все равно одела перчатку, потому что периодически она кусается. Вот таким вот способом. Меня этому рецепту научила турецкая свекровь. Он чем-то похож на закваску капусты. Крапиву в Турции добавляют в очень многие блюда. Даже когда варят суп и когда готовят бюреки. Теперь нам нужно ее вот так вот хорошенечко пожамкать. Прям очень-очень хорошенечко. Чтобы она дала хороший сок. Вот до такого состояния ее мнем. У меня ушло, ну я не знаю, 5 минут точно. Пока она не даст сока. Вот видите, сок потек. Вот до такого состояния нужно ее жать. Если взвесить эту жатую крапиву мою, она весит у меня 500 грамм. На 500 грамм я сейчас буду добавлять каменную соль. Лучше будет, конечно, если она у вас очень мелкая. У меня такой нету, но то, что нашла. Одну столовую ложку с горкой. Сейчас наша крапива даст нам очень хороший сок. В Турции каменная соль называется каяту-зу. И еще немножечко нужно помять. После того, как добавили соль, посмотрите, она вообще хорошо стала давать сок. Для этого это и делалось. Я, пожалуй, еще где-то минут 5. И вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы будем ее хорошенечко утрамбовывать в банку. Берите ту, которая вам удобна. Любую. И вот так вот хорошенечко ее нужно прижать, чтобы сверху у нас остался только сок. Те микробы, которые выделяются при брожении, они очень хорошо помогают нашему кишечнику. И там только одни плюсы. Что от квашеной капусты, что от квашеной крапивы. Вот так хорошо ее прижимаем. Вот так вот хорошенько утрамбовать ее, чтобы сверху оставался только сок. Сок у меня не очень-то здесь много. Но, возможно, у вас будет больше сока. И не закрывать крышкой ничем. А вот у меня просто салфеточка. Я вот так прикрываю. И нож у меня такой есть. И вот в таком виде оно должно стоять более-менее в теплом месте, там, где у вас в комнате жарко. И каждый день подходить и протыкать ножом, чтобы вот отсюда выходили газы. И через три дня можно убрать в холодильник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...